Всем привет! Как-то вы мне писали в комментариях, что хотели бы посмотреть на мою коллекцию инструментов для маникюра. На самом деле я там убирала на полках и поняла, что у меня их не так уж и много. Но тем не менее я вам обещала показать, что же у меня есть интересненького. По поводу инструментов, все никак у меня не доходят руки купить хорошие ножницы. Спасибо всем, кто советовал мне в комментариях определенные бренды, я уже их активно ищу. Сейчас я пользуюсь вот таким вот набором для маникюра. Он, кстати, не очень, это я покупала в Юске. Он, конечно, мега бюджетный, но особо ничего не делает. Единственное, что здесь работает, это клиперы, они мне нравятся. Также использую вот этот вот пинцетик, ну, конечно же, для бровей, не для ногтей. Не знаю, что он делает в наборе для маникюра. Вот этими пилочками вообще не пользуюсь. Сейчас у меня в коллекции три штучки маникюрных ножниц. Они мне, скажу честно, не нравятся. И я вот никак себя не могу переубедить, что экономить на таких инструментах лучше не нужно. Спилочек у меня всего две. Одна мега старая, ей 100 лет, наверное. Это фирма Салон, покупала я ее в Еве. Просто понравилась внешне, и как оказалось, она очень классная. Вообще не спиливается, абразивность ее не теряется. Кстати, планирую снять видео о подборе правильной пилочки. Будем разбираться с жесткостью и абразивностью. Розовенький это у меня баффик. Покупала его на выставке. Очень быстро мне износился, но и стоил 5 копеек. Как вы помните, недавно у меня появился еще вот такой вот прибор. Скорее для педикюра, потому что они самые приятные ощущения. Но опять же спойлер будет. Планирую снять видео полное о педикюре в домашних условиях. Для ухода за кутикулой у меня есть вот таких вот два интересных маслица. Первое, вот такое вот золотое, я сделала сама. Рецепт вам обязательно оставлю внизу под видео. Я честно скажу, сама им очень горжусь и с удовольствием использую. Очень быстро увлажняет кутикулу, помогает ее отодвигать. И вообще хорошо ухаживает за кожей вокруг ногтевой пластины. Второе средство от OPI, это у меня такое масло для кутикулы с клубничкой. Конечно оно удобнее, потому что идет уже с кисточкой. Но мне все-таки кажется, что оно не такое увлажняющее, как самодельное, например. Также не забываем об апельсиновых палочках. Я их очень люблю, у меня всего там 3 штучки их осталось. Я их использую активно, чтобы пододвигать кутикулу. А также, когда делаю маникюр, промазываю или пачкаю себе пальцы, тоже очень легко такой палочкой исправлять все. Так как я любитель французского маникюра и делаю его регулярно, каждую неделю, у меня очень много прозрачных и белых лаков. Из прозрачных больше люблю какие-то лечащие. Например, вот такой вот зеленый у меня идет для активизации роста ногтей. Классно работает, как будто подпитывает действительно ногти. За секунду высыхает и оставляет такую приятную пленочку. Еще один аналог это вот такой вот биоукрепитель от ноготок. Тоже очень его люблю, вы знаете, что я часто советую его в видео. Очень хорошо укрепляет ногти, препятствует расслоению. И вообще, если вы увлекаетесь шелаком, советую вам делать перерывчики и наносить только вот этот лак. Хорошо их восстанавливает, просто шикарное средство за 5 копеек. От Essence вы уже тоже видели это средство. Это топ, но не гель, скажем так. Дает плотную пленку и значительно продлевает стойкость любого маникюра. Сглаживает все неровности лака. Еще один от Essence лак самый простой и прозрачный. Их серия Gel Nails, по-моему, называется он. Сейчас его использую, потому что кисточка у него напоминает лопатку. И очень быстро наносит продукт. Тоже хорошо высыхает, но, конечно же, не такой стойкий, как предыдущий. Белые лаки я всегда покупаю самые дешевые. Но делаю это довольно часто. Как по мне, они очень быстро высыхают. Даже самые дорогие я пробовала. Поэтому я для себя поняла, что пусть лак будет не супер качество, но каждые два месяца я буду его обновлять. И он будет свеженький, хорошо наносится и не загустевать. Из гелевых лаков у меня довольно большая коллекция, так как мне присылали на обзор. Что-то я еще заказывала с Китая сама оптом, когда только начинала увлекаться шелаком. Сейчас, честно говорю, мне очень ломит заниматься ногтями по два часа, вырисовывая и высушивая каждый слой. Поэтому лаки для шелака у меня стоят подсыхают. Отдаю их периодически сестре, ей нравится. Из цветных лаков у меня всего три осталось, так как я переехала и не стала даже забирать с собой цветные лаки. Вот этот фиолетовый мой самый любимый. Вы помните, я делала им маникюр на Новый год. Кто еще не видел, у меня там со снежинками есть такой. Вот этот красный брала под какой-то наряд на Новый год, по-моему. Черный для штампика, я вам чуть позже его покажу, для переноса рисунка. И вот такой вот нюдовый, персиковый. Это вот римоль. Это те, которые быстро сохнущие. Вот действительно лаки высыхают за 60 секунд. Поэтому, в принципе, я его взяла. И вот, собственно, тот штампик, которым можно переносить рисуночки. Я делала его обзор, показывала, как он работает. Пользуюсь им, в принципе, не очень часто, когда у меня, собственно, есть настроение, чтобы как-то хотя бы приукрасить свой стандартный френч. На этом все. Вот такая вот у меня совсем-совсем скромная коллекция. Ничего особенного, как видите. В любом случае, надеюсь, это было вам интересно или полезно. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх, внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. А я вас всех целую. И пока.